Дана Делон В ореоле тьмы Моему брату Давиду Ты самый лучший брат на всем белом свете Люблю тебя Цитата немецкого философа Фридриха Ницше Тот, кто сражается с монстрами Должен следить за тем, чтобы самому не стать монстром Если ты достаточно долго смотришь в бездну Бездна будет смотреть в тебя Глава первая 23 июля 2021 года вышел 136 номер французского журнала Société, который побил все рекорды продаж печатной прессы 6 августа вышел следующий номер этого издания и разошелся в течение трех часов На ebay продают два экземпляра за 500 евро вместо 390, цены в газетных киосках Тема обоих выпусков Эксклюзивное расследование самого громкого криминального дела Франции Убийство членов семьи Делагас из Парижа Мать Маринет, дети Тома, Анн и их отец Джозеф Были убиты между 7 и 10 марта 2009 года Их тела были найдены закопанными в семейном саду 18 марта 2009 года Главный подозреваемый – старший сын семейства Теодор Делагас Мальчишке было 16 лет и он единственный, кто находился в доме и остался в живых В ходе дела было выяснено, что он не является родным сыном Джозефа Делагаса Его родной отец – Этьен Перро, известный во Франции как банкир папы, а также скандальный насильник В 1993 году он был признан виновным в 46 изнасилованиях – секретарше, домработнице, официантке Полиции удалось доказать, что Перро насиловал женщин в течение последних 10 лет своей жизни Умелый манипулятор он всегда запугивал жертву Марионет Бане была дочкой его друга, и она не стала молчать Как только девушка выдвинула обвинение, другие жертвы Этьена тоже стали рассказывать свои истории Влиятельный банкир, мечтавший о политической карьере и посте президента, был лишен всего, что имел и отправлен в тюрьму на пожизненное заключение В 2007 году он умер в одиночной камере, повесился Кто передал ему веревку, как она оказалась в его камере, до сих пор неизвестно В ходе расследования убийства семьи Делагас выяснилось, что Маринет в 1993 году забеременела от насильника Но скрыла это Ей помог ее на тот момент парень Жозеф, признав себя отцом Как только общественность узнала, кто настоящий отец Теодора В газетах, новостях и из уст в уста, шепотом и громко крича передавались следующие слова Яблоко от яблони недалеко падает На защиту Теодора неожиданно встал дядя Николя Делагас Младший брат Жозефа нанял племяннику лучшего адвоката и использовал все свои связи Теодора Делагаса признали невиновным, но все же продолжали шептаться Мальчика стали сравнивать с отцом-насильником Всему свету внезапно открылось невероятное сходство между отцом и сыном У обоих черные, словно вороново крыло, волосы и пронзительные ярко-голубые глаза Отца называли воплощением дьявола, а сына прозвали антихристом 11 лет самое загадочное убийство во Франции остается нераскрытым Зацепок почти нет Зачем была убита французская семья? Какие тайны она хранила? Загадочным образом перед убийством все банковские счета семьи были опустошены И деньги перенаправлены на имя Теодора С отметкой, что он сможет воспользоваться ими после своего совершеннолетия На работу Маринетт было отправлено письмо, что семья переезжает жить в Бразилию Все школьные счета детей были оплачены, а на почтовом ящике дома появилось объявление Все письма возвращать отправителям Семья Делагас происходила из аристократического рода и была достаточно обеспеченной и властной Поговаривали, что Жозеф работал на секретные организации Существует несколько версий случившегося Суицид, секретная эксфильтрация семьи в США, найденные тела якобы были чужими Примечание автора Эксфильтрация, от английского exfiltration, перемещение людей на безопасную территорию Уход в монастырь и много других Интересно, что в этом деле существует официальное расследование полиции И неофициальное расследование журналистов Журнал работал четыре года, но так и не смог раскрыть убийство Оба номера посвящены теориям и догадкам Один из журналистов выяснил, что Этьен Перо, носивший на груди католический крест и бывавший на аудиенции у самого Папы Римского, поклонялся дьяволу и официально считался сатанистом Разумеется, он тщательно скрывал это Однако были найдены снимки из сатанинской церкви, на которой Этьен на коленях приникает губами к Библии дьявола «Проклятое дитя!» Так многие начали шептаться о Теодоре де Лагасе после выхода журнала Но отнюдь не только из-за рассказов о темном прошлом его биологического отца Десять страниц было посвящено моей сестре Клэр и ее самоубийству Перед тем, как убить себя, Клэр проткнула бедро и нарисовала на стене комнаты собственной кровью портрет Теодора де Лагаса Журналисты добыли секретную фотографию ее последнего кровавого эскиза Снимок занимал весь лист рядом с фотографией самого Тео, чтобы читатели могли увидеть, насколько талантливой была моя сестра и насколько точно она изобразила своего бывшего парня Он свел ее с ума Возможно, он ее проклял Быть может, он сделал то же самое со своей семьей Вопросы сыпались из уст французов А Теодор де Лагас за одну ночь стал вновь знаменитым Я смотрю на его снимок, который сделали папарацци несколько дней назад На нем Тео значительно старше, чем на тех фотографиях, которыми пестрили страницы журнала Societe На недавно сделанном снимке Тео смотрит опасным взглядом, а от его строгой красоты пробирают мурашки А сама статья посвящена открытию его нового ночного клуба, шестого по счету Этот выбивается из цепочки группы VIP Room Абсолютно эксклюзивный и ни на что не похожий Клуб называется Потерянный рай А у самого входа огромными красными неоновыми буквами написаны цитаты из творения Мильтона It's better to reign in hell than serve in heaven Что в переводе с английского означает «Лучше царствовать в аду, чем прислуживать в раю» Цитаты из произведения Мильтона «Потерянный рай» В комментариях одни люди пишут, что у Тео отличное чувство юмора Другие называют его сумасшедшим Третьи хвалят бренд-менеджера и в восторге от продвижения и рекламы нового заведения А есть те, кто поистине считает его исчадием ада Я же смотрю на Тео и вспоминаю, как впервые увидела его Мне было 11 лет, и я влюбилась в него с первого взгляда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!